Знаете, когда мы впервые слышим о Бьянке, сразу возникает ассоциация с чем-то ярким, энергичным и, конечно, уникальным. И вот что интересно, ее путь к славе начался в юном возрасте. Представьте, еще в 16 лет Бьянка завоевала свои первые награды на престижных фестивалях, таких как «Мальва» и «Белая Русь». Это были не просто успехи, это были первые шаги, которые привели ее к большой сцене. Но настоящим прорывом стало то, что произошло через несколько лет. Когда ей исполнилось 20, она покорила публику саундтреком к фильму «Бой с тенью», который она записала в дуэте с Максом Лоренцем. Этот трек стал настоящим хитом и привлек к ней внимание широкой аудитории. Это был тот момент, когда ее имя стало звучать громко. Именно тогда к Бьянке пришло признание, а ее стиль и энергия начали привлекать все больше поклонников. Удивительно, что в таком юном возрасте она смогла добиться успеха, которого многие добиваются годами. Но, как вы сами понимаете, путь к славе редко бывает простым. Нестандартные взгляды и провокационные образы, формирование стиля. Бьянка всегда выделялась среди других артистов своим нестандартным подходом. Ее внешность, поведение и провокационные образы на сцене – все это привлекало внимание. Она не боялась быть смелой и дерзкой, что, конечно, не могло остаться незамеченным. Артистка смело экспериментировала с нарядами, выбирая такие образы, которые могли бы шокировать, но при этом запомниться надолго. Интересно, что и ее музыкальный стиль был столь же ярким и нестандартным. С самого начала карьеры она начала отходить от классики, тяготея к эстраде и хипохопу. Этот выбор казался смелым для девушки, которая еще недавно играла в симфоническом оркестре. Бьянка буквально разрывала шаблоны, когда ее вокал и подача начали привлекать внимание даже тех, кто был далек от музыки. Но не все были готовы принять ее такой. Взгляды Бьянки на жизнь и любовь также оказывались не для всех. В своих интервью она не раз признавалась, что ее всегда окружали либо слишком инфантильные, либо слишком контролирующие мужчины. Она не скрывала, что отношения для нее всегда были сложной темой. Мужчины часто хотели от нее одного, полного подчинения, но артистка не была готова меняться ради других. Ее независимый характер и желание быть собой стали теми качествами, которые не каждый мужчина мог принять. Так, параллельно с развитием музыкальной карьеры, Бьянка продолжала сталкиваться с трудностями в личной жизни. От классики к хипохопу. Как Бьянка изменила свой музыкальный путь? Интересный факт о Бьянке, который многие не знают. Она могла бы стать классической музыкантшей и переехать в Германию ради работы в симфоническом оркестре. Но любовь к эстраде и хипохопу полностью изменила ее путь. Все началось с детства. Родители и бабушка, которые обожали искусство, окружили Татьяну Лепницкую, ее настоящее имя, музыкой и поддержали ее желание стать артисткой. В детстве она и ее брат Саша посещали специализированный лицей. Брат пошел по классическому пути и стал дирижером, а вот Татьяна выбрала другой путь – путь творческого эксперимента. Сначала она пыталась освоить классику, но не вписалась в рамки хора, из которого ее отчислили за необычный вокал. Однако это отчисление стало для нее началом нового этапа. Уже тогда она поняла, что хочет петь иначе. Ее уникальный стиль заметил Михаил Финберг, дирижер Государственного концертного оркестра Беларуси, который предложил ей стать солисткой в его коллективе. К 20 годам у Бьянки была возможность представить Беларусь на «Евровидении». Но что-то пошло не так, она не прошла отбор. Это могло бы стать серьезным ударом для начинающей певицы, но Татьяна выбрала другой путь. Вместо участия в конкурсе она начала сотрудничать с известным рэпером Серегой. В то время это казалось очень смелым шагом, и слухи о возможном романе с ним быстро распространились в прессе. Однако сама Бьянка категорически отрицала эти домыслы, заявляя, что их сотрудничество было исключительно профессиональным. Этот поворот судьбы стал началом ее новой музыкальной эпохи. Бьянка постепенно отошла от классики и полностью окунулась в эстраду, смешивая фольклор с хип-хопом. И именно это сделало ее такой уникальной на музыкальной сцене. Скандальные слухи о романах, правда и домыслы. Слухи и сплетни всегда сопровождали карьеру Бьянки. Одной из главных тем для обсуждения долгое время был ее предполагаемый роман с Серегой. Они провели год в гастролях, работая над музыкальными проектами, и это сразу дало пищу для разговоров. Но сама Бьянка несколько раз подчеркивала, что между ними не было никаких романтических отношений. Для нее это был исключительно творческий союз, который дал ей много опыта и вдохновения. И только в 2021 году певица впервые открыто прокомментировала эти слухи, окончательно их развеяв. Но это далеко не единственная история, которая вызвала интерес у публики. Бьянка всегда привлекала внимание благодаря своему яркому образу и провокационным высказываниям. Она не скрывала, что была в серьезных отношениях с 18 лет и чуть не вышла замуж. Хотя тогда ей было даже в какой-то мере легче, что этого не случилось. Певица вспоминала, как ее тогдашний парень подарил машину для съемок клипа на песню «Были танцы». Это был момент, когда ее популярность резко возросла. Как она потом с юмором рассказывала, после съемок она решила расстаться с этим молодым человеком, ведь он продал свою машину, а ей не нужен был парень без машины. Сложные отношения продолжались и дальше. Бьянка не раз признавалась, что ей постоянно предлагали выйти замуж, но большинство мужчин пытались ею манипулировать. Несмотря на это, она продолжала жить в своем ритме, ставя музыку на первое место. Именно творческая реализация всегда была для нее важнее, чем романтические увлечения. Взлет популярности, успехи на музыкальной арене и премии. После взлета на музыкальной сцене Бьянка не остановилась. Ее стиль, уникальное сочетание фольклора и хипохопа, сделал ее по-настоящему особенной среди артистов. В 2006 году она выпустила альбом «Русский народный R&B», который сразу привлек внимание. Главный хит альбома, песня «Были танцы», буквально взорвал чарты. Клип на эту песню был снят в американском стиле и подчеркнул ее яркий и запоминающийся образ. Но на этом она не остановилась. Ее следующий альбом «Про лето» был не менее успешным, особенно благодаря одноименной песне, которая быстро стала хитом. Именно в это время Бьянка приняла важное решение. Она переехала в Москву и подписала контракт с крупным либлом «Гала Рекордс». Это открыло ей еще больше возможностей, и в 2009 году она выпустила альбом «Наше поколение», который закрепил ее позиции на музыкальной сцене. Ее песни стали звучать повсюду. Треки «А чё-чё», «Ногами-руками» и «Музыка». На долгие месяцы вошли в хитопарады, а баллада «Я не отступлю» принесла Бьянке престижную премию «Золотой граммофон». При этом ее провокационные работы, такие как «Сексифрау», «Волосы» и «Эстиль собачки», контрастировали с нежными и лиричными композициями, такими как «Абсолютно все» и «Кеды». Этот контраст и многогранность сделали ее любимицей публики в странах СНГ. Помимо собственного творчества, Бьянка пробовала себя и в качестве автора песен для других артистов. Ее работы для Юлианны Карауловой, например, песни «Ты не такой» и «Я не верю», также стали популярными. Таким образом, Бьянка не только сумела удержать интерес публики, но и развела свою карьеру, расширив свое влияние в музыкальной индустрии. Личная жизнь, неудачные отношения и развод с романом. Несмотря на творческие успехи, личная жизнь Бьянки оставалась непростой. Она не раз говорила, что отношения с мужчинами часто оборачивались для нее разочарованием. Но в 2018 году все казалось иначе. Фанаты поверили, что она, наконец, нашла свое счастье. Певица начала встречаться с гитаристом своей команды Романом Безруковым. Их роман начался довольно необычно. Бьянка на тот момент состояла в отношениях с другим мужчиной, марокканцем, и даже планировала переехать к нему. Но вскоре ей стало скучно вдали от родины, и тогда в ее жизни появился роман. Ситуация была не из легких. Роман разорвал отношения со своей девушкой и терпеливо ждал, пока Бьянка завершит свои отношения с марокканцем. Но выбор певица сделала не сразу, несколько раз возвращаясь в Марокко, прежде чем окончательно порвать с бывшим. И вот, спустя некоторое время, в социальных сетях Бьянки начали появляться фотографии с обручальным кольцом. Вскоре после этого она вышла замуж за романа. Однако, как бы счастливо все не начиналось, брак продлился недолго. Уже через 4 месяца представители певицы подтвердили слухи о расставании пары. При этом никакой драмы или публичных скандалов не было. Расставание, по словам окружения артистки, произошло мирно и обоюдно. Бьянка была подавлена, но продолжала активно работать, занимаясь музыкой и планируя выпустить новый альбом. Примечательно, что даже после развода они с романом продолжили сотрудничать. У них был общий бизнес, и, несмотря на личные разногласия, они всегда оставались на связи. Проблема со здоровьем, борьба за себя и возвращение к форме. После развода с романом публика начала замечать, что Бьянка сильно изменилась внешне. Она набрала вес, ее лицо стало заметно опухшим. Поклонники переживали за ее здоровье, и вскоре выяснилось, что за этим стояли серьезные проблемы. У певицы начались сложности с гормонами, вызванные многолетними нагрузками. Постоянные гастроли, хореография, строгие диеты и изматывающий график привели к тому, что ее организм буквально перестал справляться. Ко всему этому добавились проблемы с позвоночником. Бьянка честно рассказывала, что врачи обнаружили у нее грыжу, гиперлордоз и плоскостопие. Кроме того, она перенесла сложную операцию, подробности которой не раскрывала, но упомянула, что восстановление длилось полтора месяца. Этот период дался ей очень тяжело, но она не сдавалась и продолжала принимать необходимые лекарства, включая гормоны, чтобы восстановить здоровье. Бьянка также открыто говорила о том, как строгие диеты в прошлом довели ее до расстройства пищевого поведения. В погоне за идеальной фигурой она в буквальном смысле морила себя голодом, боясь съесть лишний кусок. При росте в метр шестьдесят восемь она весила сорок девять килограммов и тренировалась два раза в день, утром кардио, вечером силовые упражнения. Но такие перегрузки и привели к серьезным последствиям для ее здоровья. Несмотря на это, певица не сдавалась. Она взяла себя в руки и нашла правильный подход к своему организму. В начале 2023 года она удивила всех, сбросив 32 килограмма. Бьянка рассказала, что поправилась до 90 килограммов во время длительного отпуска, после чего обратилась за помощью к эндокринологу и хирургу. Ей сделали абдоминопластику и удалили почти 4 литра жира. На все преображение она потратила около 3 миллионов рублей, но результат того стоил. Бьянка вновь стала блистать и уверенно показывала свою фигуру в бикини, радуя фанатов.